Теперь хороший час начинаем. Я не знаю, если я говорил тебе, что Кайзер сделал программу с Дон Йейгер. Я говорил тебе об этом? Нет. Нет? Окей, смотри. Это очень хорошо. Кто-то интересует, можно посмотреть в интернет. Его зовут Дон Йейгер. Потом я пишу в комментариях. Этот парень, я не знал его тоже, но Белинда Кайзер, она хозяинка Кайзер, она улетала в Нью-Йорк, по-моему, и его самолет они потеряли. Знаешь, когда идет время, что ты должен подождать? Потерял там один флайт, и они меняли на другой. И она там что делает? Посмотрел в магазин и купил книгу. И там книга Дон Йейгер написана 16 факторей, которые сделают greatness. Greatness это самилючий, как чтобы ты был самилючий. Сейчас я перевожу как greatness. Чтобы был счастливый, да? Не просто счастливый. Успешный, успешный. Нет, чтобы, сейчас я скажу greatness, чтобы было супер, это greatness. Greatness. Greatness на русском. Величий, величайший. Как получить... Как стать великим? Как стать великим, это будет хорошо. Как стать великим. Спасибо. И она начала читать его книгу. Смотрел, о, это очень хорошо. Давай познакомимся с этим парнем. Она звонила ему, это уже год назад. Сказал, вот, давай планируем курс для Кайзера. И они так идут медленно-медленно. Потом ковид пошел, она сказала, давайте пересделаем. Это очень важно. И она сделала бесплатно для всех студентов Кайзера и для всех профессоров. Да? И там побольше 2000 студентов ходят по занятиям. Все по платформам онлайн. Я уже на четвертой неделе с ним. И что буду сделать для вас? Очень интересно. Давай сделаем на русском. Нет, вот, я буду... Поэтому я буду говорить. Я буду сказать вам, что с ним я изучаю. Уже на четвертой неделе. Буду по этому все 16 пунктов. Сделаешь, да? И сделано. И что очень важно. Он работает в разных компаниях. У него, просто чтобы люди знали, есть Нью-Йорк Таймс. Знаешь, Нью-Йорк Таймс. Конечно. А он сам кто? Он писатель. Он писатель. Просто писатель, да? Нет, он журналист. Он журналист. Да? Он журналист. Он был баскетболист. Он играл в баскетбол. Работал тренером баскетболом. И стал журналистом. Спортивный журналистом. Но, что он смотрел? Он начал изучать все чемпионы. Все чемпионы. Сами люди. Я говорю, кто-то... И нашел все общие черты, да? Вот эти. И он работает. Есть магазин, журнал «Спортс Иллюстрейтер». Знаешь, «Спортс Иллюстрейтер». Самый известный, да, журнал. Он работает там уже 10 лет. Как директор. Да, Дон Йего. Человек очень-очень крутой. И что я буду говорить сегодня? Сегодня, тогда, как стать великом, он называется «тимворк». Есть несколько пунктов, да? Командная работа. И был урок сегодня, в среду, как сделать хорошую командную работу. Как команда работает хорошо. Я буду взять несколько вещей из их урока и буду с вами поделить. Знаешь, Гребли? Знаешь, Гребли? Конечно. Вот. Гребли. Есть разный вид, но один из этих, это восемь человек. По команде. Да, да. Он изучал, потому что, видишь, сколько лет в «Спорте Иллюстрей». Он изучал все олимпийские виды с команды. Сразу сборная команда США. И он изучал сборную команду США по Гребли. Женская. Знаешь, сколько раз они выиграли? Нет, без понятия. Раз 20. Три олимпийские подряд. Они выиграли в Олимпиаде 2008 в Бейджин, 2012 в Лондон, 2016 в Рио. И они, наверное, могут выиграть что-то, но не случилось. Сейчас будешь на следующий год. Это очень крутой показатель вообще. Очень крутой. Три олимпиад подряд. Они 11 лет без проиграции. Да. Это 12-летний период. Они лучшие в мире. И все. И в чемпионат мира, и в олимпиаде. Они играли. То и другое. То и другое. И он сказал, нет, они такие известные, я должен там сделать интервью, изучать, почему так они хорошие. Знаешь, что они делают? Рассказывай. Они брали, есть только 8, понимаешь? Только 8 составных команд, главных команд. И один, это слышно. Если кто-то заболеет, травмируется, они поставят. 8 плюс 1 называют. Они создали команду с 30 человек, 30 женщин. Сборная с 30. И они тренируются, как они все идут в олимпиаде, но они не идут в олимпиаде. Не выиграют. И почему? Чтобы было соревнование. И эти люди дают сами люди на каждую тренировку, чтобы эти 8 женщин, они смогли и взять. И тогда они создали это. 30 человек, 30 женщин на высшем уровне, которые одни делают, чтобы другие были очень хороши. и один называется одна Меган Мусники. Она видела в два. Иногда они меняются в 8. разные имена человек. И они сказали, что если кто-то женщина, которая идет с ней, если она быстрее, она хочет, чтобы она была против нее. конечно. А не в его байдарк, она в байдарк другой. Видишь как? Чтобы было соревнование, и чтобы она смогла кто-то либо проиграть, либо питаться. И они так идут и меняют. Тогда это в 8. Меняются между 30, чтобы было всегда конкуренции. Извини, просят назвать еще раз автора книги. Друзья, мы потом, Стефан напишет в комментариях, когда видео выйдет. Да, и даже фотку я могу поставить там. Это 16, Greatness. Я потом поставлю в комментариях, без проблем. И фотки там. Дон Йего, это писатель. Джорналист. Дон Йего. Йего. Я пишу потом, потому что экрана сложная. Дон Йего. У меня там есть несколько вещей в мой инстаграм. И это просто в середу урок. и что еще? Кто-то, ну давай другой, другой, и потом этот будет последний. А теперь есть парень, который немного знал, я не знал. Его зовут Дэвид Росс. Дэвид Росс. Все бейсбол. есть MLB называется. Мейджор Лиг Бейсбол. Это самый известный лиг в бейсбол. MLB, да? Когда смотрят. Этот парень, он работал в 7 разных команд, Дэвид Росс, и работал, сейчас скажу, и работал больше 15 лет в MLB, Мейджор Лиг Бейсбол. Когда ты попадешь в MLB, ты выиграешь минимум миллион в год, просто чтобы ты знал. MLB это MLB это пишешь контракт сразу миллион, чтобы в контракт попал. Этот бейсболист, который тренируется, его отец платит сильные деньги, чтобы человек просто попал. Он сказал, что если он попадет в колледж, допустим, его пока 15 идет на 16 лет. В 18 сразу миллион и дают просто на контракт. Потом спонсор, потом да, это большие деньги в Америке. MLB. Он 15 лет был в MLB, но смотри, его позиции кетчер, кетчер это то же самое как Мольчни. Он должен брать мяч. Уловит мяч. Уловит. Это кетчер. Но есть кетчер MLB, который идет в поле, есть второй кетчер, это если кто-то первый самый лучший игрок, не чувствует хорошо идет второй. А этот парень Дэвид Росс, он был третьим. Он был не первым, он был третьим. Это плохо. Все равно работа, зарабатывай. Ничего не делал. Нет, допустим, первый кетчер выиграл допустим 10 миллион, второй кетчер 5 миллион, а этот парень миллион два. Друзья, прекрасные новости. Вы уже знаете, что каждый месяц мы проводим конкурс на выявление лучшего комментария. Главный приз это вступление в мою закрытую группу. Экономите 250 баксов. Но сегодня это еще не все. теперь каждый, кто будет выигрывать конкурс, будет получать еще супер бонусом 4 банки аминокислот Эргамин. Это больше 10 тысяч. Лучшие аминокислоты, которые вы только можете найти и себе позволить. Проверено на себе и отзывы тех, кто уже по моей рекомендации их пробовал. Не упустите свой шанс. Включайте мозги, пишите классные комментарии, вступайте в мою закрытую группу и получайте Эргамин. Но ничего не делали. Он был 13 сезона за третий кетчер. Ничего не делал 13 лет. Ничего не делал. Да, ну смотри, смотри история, вообще история смысл ничего не сделал 13 сезон. Теперь он попал в команду и парень тренера сказал, вот, ты будешь второй кетчер. Он начал, о, я второй кетчер. Первый кетчер травмировал, что ты случился, он попал первый место. Он попал первый место, первый кетчер, пошел на матч, и он был, сейчас скажу, команда, команда известна, Boston Red Sox, Boston Red Sox, очень известная команда, известна, Boston Red Sox, и он играл целый сезон, только в вашем матче, только в вашем матче, иногда есть два матч, на родной, в сезонах, только в сезонах, пошел в матч, и было 30 минут до окончания матч, и было парень, он сказал, он познакомил, все лично, изучал, да, Дон Рос, ему не нравится, они как ссорились, он сказал, ты не будешь играть, они проиграли матч, в конце Дэви Рос пошел, почему убирал меня с матча, а менеджер, кто ты такой, он сказал, я Дэйв Рос, я первый кетчер, он сказал, ты ничего, а ты, мы просто что проиграли, а ты думаешь о себе, ты не думаешь о команде, ты не думаешь, что сделать для команды, чтобы команда была лучше, а Дэвид Рос что происходит здесь, давай изучать это, это плохо, потом менеджер Дэст Бейкер уволил Дэвид Рос из команды, попал в другую команду, и он думал, что я не хочу, чтобы это случилось снова, и он начал идти в скамейку и спросить все самые лучшие плееры, что ты думаешь, как я должен, как для тебя кто такой идеальный партнер, и записал в бумагу, и пошел в следующий плеер, как ты думаешь, идеальный партнер, и он начал взять все эти информации, и получил, окей, я хочу быть идеальным партнером, может быть, у меня не такой талентовый, но я хочу быть идеальным партнером для команды, знаешь, что случилось с ним? Нет, стал еще самым популярным, он стал непопулярным игроком, но как состав команды, они начали брать ему, платить большие деньги, просто, чтобы он был в команде, и помог все составы, чтобы было хорошо, дружба, чтобы было здорово, чтобы была дружба, да, и была команда, я не помню, теперь команда, была команда, что 100 лет не выиграл сезон, 100 лет, 100 лет, я забыл название, потому что видео огромное, и что? И они взяли его в команду? Подожди, он работал в команду, чтобы команда была хорошо, да, как в составе, но нет, не самый лучший игрок, самый лучший игрок выиграл 100 лет без выигры, эта команда, они сразу в интервью, знаешь, что парень сказал, я очень благодарен Дэвид Рос, потому что Дэвид Рос говорил мне, что делать, я менял свое мнение, и теперь мы стали чемпионом в США, чемпионом в Межрлиг Бейсболе, сумасшедшим. Наколько важна психология все-таки на первом плане, Вообще, Егор, вообще супер, я, е-мое, это супер, и как он все нам объясняет, то, чтобы вы знали, будет несколько видео с вами, да, я буду сделать, это очень хорошая очередь, которую мы сделали, серий. Он работал с Майклом Джордан, он сделал интервью с Майклом Джордан, есть видео с ним лично, с Майклом Джордан, Майк Тайсон, есть Сирене Уильямс, знаешь, Тенциска, Сирене Уильямс, потом скажу историю Сирене Уильямс, очень много, Дэвид Рос, а теперь тоже сам тимворк, чтобы закончить этот лайк сегодня, и потом я сделал вывод, знаешь, кто для тебя самый престижный спортсмен в Олимпиаде, самый престижный? Для меня? Для всех, все время. Ага, по статистике, да, в Олимпиаде? Подскажи хотя бы он русский или американец? Американец. А, американец? Ну, наверное, какой-нибудь... Он плавец. А, Филипс? Майкл Фелпс. Майкл Фелпс. Знаешь Майкл Фелпс, да? Конечно, да. Он сделал интервью с Майкл Фелпс. Сделал, да? Он сделал интервью с Майкл Фелпс. А как? Майкл Фелпс, он же немножко аутист. Насколько нужно было поговорить? Да, да, но много круто. Поэтому я говорю очень-очень круто. Сделал с Майкл Фелпс. Видите, знаете, Майкл Фелпс, он, на пенсии сейчас, но он больше выиграл во все время. Так он за одну Олимпиаду выиграл больше всех золотых медалей? Да, только за один одиннадцать. Только за одиннадцать. одиннадцать медалей. Он, он все... Все выиграл. Да. Где участвовал? И он, конечно, он сказал, вот, Спортс Иллюстрей сказал, вот, давай интервью с Майкл Фелпсом, нам надо узнать, почему. А знаешь, что он спросил Майкл Фелпс? Нет. Майкл Фелпс, скажи мне, для тебя, какая больше престижная медаль? Ты получил много, понимаешь? Какая тебе больше... Самая такая душевная. Душевная. Тебе больше нравится, понравится. Знаешь, какая он сказал? Нет. Когда он был в Бейджин, и у них была борьба между французскими, французскими, и было на четверть, знаешь, когда они сделали четыре человека? Четыре человека. Эстафета, да. Эстафет. В бассейн. И обычно, что они делают? Самый лучший пловец идет в какой отрезок? Последний, наверное. Последний, да, ты знаешь, вот. Самый лучший идет в последний. Почему? Потому что если надо какое-то соревнование, надо выиграть. Знаешь, что тренер сделал? Позвал этого, что ли, или что, не знаю. Тренер сделал, чтобы он был вторым. Вторым? Вторым. Почему? Я не тоже, и он сказал, почему, и тренер, и почему, я самый быстро, я должен быть в последний, да? Да, но тренер сказал, нет, смотри, идет много давления в голове, французские много говорят, наши спортсмены, они не верят в себя. Я хочу, чтобы ты был вторым, и ты сделал максимум, чтобы мы открыли. Понял. И потом, наш парень будет последний. Он сказал, понимаешь, и это, Дон Йегер, интервью, лично, он сказал, что дай, я могу, но буду доверять, буду доверять. Знаешь, что случилось? Они выиграли? Они выиграли, не просто выиграли, они сделали рекорд, и сами главы, Егор, очень хорошо, есть видео, он показал нам видео, я забыл, не знал, когда Мелко Фёпс там около бассейна, и он заболел так сильно, потому что обычно он все внимания, понимаешь, он последний, он все внимания, и это не, он заболел, заболел, и когда они выиграли рекорд, он сказал, что его самая лучшая медаль будет, когда он не выиграл, они выиграли, да, выиграли, рекорд, но он не очень круто, круто, да, это очень хорошо, я помнишь, тебе говорил, что меня часто спрашивают, как быть, и я вот выпустил видео последнее, когда тебя не поддерживают близкие в том, что ты делаешь, это же очень большая, как бы такая психологическая неурядица, да, неприятна тебе, если встретишь когда-нибудь какие-нибудь научные рекомендации, тоже вот подпиши, но это, это даже люди, потому что здесь не как наука, он изучал, Данев изучал сами лучшие спортсмены во всем время, сами престижи по медалям, больше медалей в играх во всем время, и он сказал, для него боли, которые он вспоминает в сердце, когда он заболел, потому что он за команда, и это важно, teamwork, тогда команда работает, и это очень важно, потому что иногда люди просто думают о себе, я крутой, я хочу быть первым, я самый престижный, нет, но на самом деле нет, и видишь, как пример, это Дэвид Рост, он был нечего, хороший, но понимаешь, третий, третий кетчер, а это очень легко объяснить, потому что даже на нашем с тобой примере, мы как бы, у меня своя аудитория, у тебя своя аудитория, но тебя знают как профессора, как человека, который учился с Силуяновым, и мы когда объединились, мы как бы стали более известными для людей, но и друг другу тоже помогаем, конечно, конечно, Вот обычный пример, когда вы скооперируетесь, это всегда идет лучше, потому что больше знаний, больше, можно подсказать друг другу, что кто-то может быть должен на эту точку зрения по-другому посмотреть, это не сравнится с тем, как ты один работаешь. Это будет еще урок, у него есть урок по этому, но не буду говорить сейчас, сегодня была просто команда работы, но 100% правильно, что ты говорил, Егор, когда мы работаем вместе, когда сделано хорошие отношения и люди позитивно идут все вперед. Окей? Супер! Не надо мчаться, друзья, никогда, потому что это только идет на негатив. А когда вы... Нужно понять, что если человек не думает так, как вы, это не значит, что он плохой человек или там, что вы там хороший человек. Это просто люди по-разному думают. Вот и все, мы все можем быть хорошими людьми. Супер! Все! Всем пока! Давай, дружок! Хорошо! Хороший был! Рад был видеть Стефа! Да, обнимай! Пока! Пока! Друзья, хорошие новости! Вы постоянно спрашивали меня где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд. логотипами. Спасибо за субтитры Алексею